Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Третья-четвертая степень, это 90% больных, имело такие осложнения. Конечно же, эти осложнения уже могут привести к отсрочке именно хирургического этапа лечения. Поэтому, конечно же, попытки были изучение комбинации модифицированного режима, когда уже дозы неволумаба и эпилюмаба перевернуты, когда эпилюмаб используется в дозе 1 мг на кг веса, неволумаб в дозе 3 мг на кг веса. И вот исследование PASIN-NEO, исследование довольно представительное, около 90% больных, исследование второй фазы, в котором комбинация изучалась в стандартном режиме, модифицированном, и режим такого последовательного введения сначала эпилюмаба и неволумаба. И на шестой неделе, то есть, в принципе, полтора месяца отсрочка в выполнении хирургического вмешательства, выполнялась операция в радикальном объеме. И, в принципе, эффективность неодевантного использования агентов подтвердилась. Мы видим, что частота полных регрессов довольно значительная, причем она в большей степени даже представлена была в комбинации с уменьшенной дозой эпилюмаба. И, более того, комбинация с дозой эпилюмаба в 3 мг на кг веса была очень токсична, и было даже преждевременно количество больных, и вообще исследование, этот рукав был приостановлен. Поэтому то, что комбинация в неодевантном режиме эффективна и реализуется в достижении высокой частоты полных регрессов, она видна. И вот эти полные регрессы, они, как мы видим, очень отчетливо реализуются именно без рецидивной вживаемости. Если она достигнута, то практически 100% больных не прогрессирует на протяжении практически, по крайней мере, года наблюдения в этом исследовании. Исследование ПРАДА, о котором обязательно мы говорим, когда говорим о надевантной терапии, это исследование было испланировано сначала в качестве попытки персонализации именно надевантной терапии после использования как раз комбинированного режима эпилюмаба и неволумаба у больных 3-й В и 3-й С стадии меланомы в зависимости от глубины достижения патоморфологического регресса. Мы видим, что АСКО 2020 года и АСКО 2022 года эти работы представлены. Это исследование представлено. Смысл его в том, что пациенты с меланомой кожи 3-й В и 3-й С стадии с наличием измеримых очагов, подлежащих хирургическому лечению, получали два введения комбинированной терапии и в дальнейшем, на шестой неделе исследования, проводилась резекция именно такого индикаторного или маркерного очага. И в зависимости от уже исследований патоморфологического удаленного очага планировалось дальнейший и хирургический этап, и сам этап наблюдения или адевантной терапии. Как мы видим, по дизайну, при достижении полного или практически полного регресса пациенты не подвергались дальнейшей лимфодисекции и просто находились в группе наблюдения. Если эффект был частичным, то есть менее половины живых клеток выполнялась лимфодисекция и активное динамическое наблюдение, если более половины жизнеспособных клеток оставались в удаленном маркерном очаге, то пациенты подвергались и лимфодисекции, и уже стандартной адевантной терапии. И, в принципе, возможно достижение таких глубоких ответов, большой патронхологический ответ у 60% больных был доказан, поэтому, в принципе, такое комбинированное использование двух введений комбинации подтвердило свою эффективность. И было показано, что если эти практически полные ответы достигнуты, то высокая частота, практически достигающая 93-98%, почти 100% без рецидивной выживаемости и выживаемости без отдаленных метастазов. А в том случае, если больные имели только частичный регресс патронхологический, то уже, конечно, риск рецидива повышался, и эти пациенты имели большую пользу уже от назначения адевантной терапии. То есть, в принципе, с помощью адевантной терапии, то есть то, что мы имеем в лечении ряда гисородных опухолей, также мы видим и в отношении меланомы, то есть возможность уже подбора адевантной терапии, вообще принятия решения о ее необходимости. То есть части больным она, может быть, уже и не нужна после такого кратковременного, в принципе, полуторамесячного применения препаратов в неодевантном режиме. Разумеется, были попытки изучения и таргетных препаратов в неодевантном режиме. И здесь, конечно, это исследование на свете 2018 года, но уже такой исторический больше интерес представляет, но имеет смысл его, наверное, представить. Исследование второй фазы. Больные с наличием мутации Евгения Бера в третьей стадии, или ольгомистическая меланома четвертой стадии, в течение двух месяцев получали комбинированную таргетную терапию, в дальнейшем подвергались хирургическому вмешательству и получали ее же, эту терапию, в адевантном режиме. И вторая группа пациентов, исследование достаточно малочисленное, сразу подвергалась хирургическому лечению и адевантной терапии, но уже по выбору исследователей. То есть тогда еще не было стандартом использования таргетных препаратов в таком уже обязательном режиме. И, конечно же, тоже кривые, расхождение кривых при использовании такой неадевантного комбинированной таргетной терапии, по сравнению с пациентами, получавшими только адевантную терапию, всю, кроме таргетной, здесь оговорка, что адевантную таргетную терапию пациенты не получали, а получали интерфероны или других агентов. Конечно, тоже расхождение кривых, оно значительное. И вот исследование, которое, действительно, оно принципиально, оно уже входит активно и вошло в наши рекомендации русско, буквально два месяца назад, в феврале этого года, это исследование с 18.01 по использованию пембролизумаба в переоперационном уже таком формате. То есть мы знаем, что пембролизумаб у больных меланомой кожи 3-й, 4-й стадии исследований, также используется в адевантном режиме после хирургического вмешательства. Ну, здесь буквально 3 введения пембролизумаба у половины пациентов выполнялось до оперативного вмешательства, хирургического вмешательства, и в дальнейшем продолжалась уже адевантная терапия пембролизумаба. А вторая группа, ну, это, в принципе, потому что она уже является стандартом, стандарт всего-то не так уж и давно стал стандартом, когда хирургическое вмешательство, удаление образования опухолевых и адевантная терапия пембролизумабом. И, конечно же, такое предоперационное применение пембролизумаба, оно переоперационное в целом, привело к принципиальным различиям в бессобытийной выживаемости и, в принципе, возможно, к некоторому тренду в сторону увеличения общей выживаемости, хотя, конечно, данные еще пока мы оценить не можем. И, более того, применение предоперационного пембролизумаба привело и к уменьшению, практически двукратному уменьшению прогрессирования на уже этапе одевантной терапии. Как мы видим, у 20% больных в группе предоперационного применения пембролизумаба состоялось прогрессирование, и в два раза больше пациентов прогрессировало при использовании препарата только уже после хирургического вмешательства. Поэтому, ну, здесь как раз-таки вот так, плотность, да, и чистота, и количество вообще различных событий, оно представлено на слайде, и, конечно, здесь выигрыш у пациентов, получавших переоперационную пембролизумаб. И полные регрессы в этой группе также достигнуты, ну, по крайней мере, у каждого пятого пациента, но это, в любом случае, это уже реализуется и в такой эффекте в бессобытийной и безрецидивной выживаемости. Поэтому, в принципе, уже буквально недавно я уже говорила о больных меланомой кожи 3D стадии, уже рекомендации по использованию трех введений пембролизумаба предоперационно с последующим продолжением его 15 введений послеоперационного этапа, оно уже является таким вот рекомендуемым. Мы можем его, в принципе, ссылаясь на эти рекомендации уже применять в нашей практике, поскольку это приводит к преимуществу безрецидивной выживаемости по сравнению только с адювантным применением. Ну, и вот здесь наш опыт применения надювантного ингибитора в 5.1. У нас был опыт использования прологолемаба, это было клиническое исследование, проводимое в нашем центре, это инициативное исследование, в котором мы тоже видим, что пациенты, 14 пациентов, из них трое, по крайней мере, имели полный, практически полный патологический ответ. Ну, здесь, как иллюстрация, как раз-таки вот пациенты с исследованием послеоперационного материала, после применения прологолемаба с полным патоморфологическим ответом. И, наверное, уже такой еще один вариант предоперационного использования известных нам лекарственных агентов, это уже комбинированное использование таргетных препаратов и иммуно-онкологических, поскольку мы знаем, что брафы и меконгибиторы, они оказывают большое множество иммуномодулирующих эффектов, о которых мы не будем сейчас говорить. И, как раз-таки, исследования были спланированы, как раз-таки, чтобы оценить, на предоперационном этапе могут ли таргетные препараты еще больше усилить эффект иммуно-онкологических препаратов. И исследование Нео-Трио, которое представлено было на АСКО прошлого года, исследование второй фазы, с небольшим количеством пациентов, но здесь рандомизация на три группы. Уже такое стандартное использование пембролизумаба предоперационно с хирургическим лечением и в дальнейшем адювантная терапия. Вторая группа – это очень коротковременно, буквально недельное применение комбинированной таргетной терапии в надежде, что эти препараты оказывают иммуномодулирующее действие и пембролизумаб для введения. В дальнейшем также операция и пембролизумаб уже адювантна. И использование тройной комбинации, когда мы и доброфениб, и тармитениб, и пембролизумаб использовали и предоперационно, в течение шести недель выполняли операцию и в дальнейшем наблюдали пациента. Ну и, в принципе, ожидаемо мы видим, что тройная комбинация, она все-таки привела к большей частоте полных, практически полных патологических ответов, и это также отмечалось и в объективном ответе по критериям РЭСИСТ. То есть как раз-таки вот такая вот и морфологические ответы, и объективные ответы с помощью обследований инструментальных, они совпадали. Если мы говорим о выживаемости без рецидива, то на протяжении, по крайней мере, года, ну, примерно все кривые идут сопоставимо, то есть пока никаких принципиальных различий исследователи не отметили. Ну и если мы все-таки будем и так более прицельно смотреть, то пациенты, имевшие полные, практически полные ответы, все-таки имели лучшие показатели без рецидивной вживаемости на протяжении года, по крайней мере, чем пациенты, имеющие частичный ответ или вообще не имеющий. Мы видим, у них их безрецидивная вживаемость, ну, 70-80%, в то время как практически 100% у больных с полным ответом. Поэтому, конечно же, возможность затяжения такого глубокого патоморфологического ответа, она имеет принципиальное значение. Ну, а через год общая выживаемость, она во всех группах, она достаточно высокая, пока еще не может быть особенно оценена. Если мы говорим о том, какой режим более токсичный, то, безусловно, тройная комбинация более токсична, токсичность в 3-4 степени, конечно же, в тройной комбинации отмечалась чаще, и чаще необходимость была прекращения надевантной терапии, чаще прекращалась, прерывалась надевантная терапия, в основном за счет, разумеется, таргетных препаратов. Ну, токсичность в комбинированном режиме, она все-таки в большей степени, в 3-4 степени была представлена перексией. Как видим, все-таки во всех группах, такие 0% практически, был токсичности такой выраженной в 3-4 степени. Поэтому исследователи, по крайней мере, делают вывод, что, конечно же, тройная комбинация, она, наверное, ожидаемо, да, обладает наибольшей эффективностью, но в то же время и наибольшей токсичностью, хотя токсичность, по большому счету, управляемая, осложнение 3-4 степени у половины пациентов, но не имеет тройная комбинация пока, по крайней мере, преимуществ в безрецидивной, бессабутивной выживаемости по сравнению с монотерапией пембролизумабом. Поэтому, может быть, такой вот агрессивный подход, может быть, он является и избыточным. Ну а такое кратковременное применение комбинированной таргетной терапии и последующий переход на монотерапию пембролизумабом, по крайней мере, в течение такого короткого времени, неделя и 4 недели, она не приводит к принципиальному эффекту, поэтому, скорее всего, не является, ну, не будет являться такой рекомендуемой. Исследований на самом деле много, и мы видим, что те, что мы уже успели просмотреть, и те, что проводятся сейчас, количество пациентов также может быть различное, и вот родная комбинация уже вот с использованием препаратов кобибентениб, это залезумаб и виморфениб также изучается и так далее, и ТВЕК, и терапия направлена с вирусными агентами, тоже используется, поэтому, разумеется, эта область очень интересна, поскольку она обладает таким очень большим терапевтическим потенциалом, и, скорее всего, будет так вот активно продвигаться в нашу клиническую практику. Ну, комбинации родотельмаба и неволумаба тоже с выраженной частотой полных ответов. Ну, здесь такое вот общее мнение исследователей на основании подведения итогов вот ряда исследований, которые уже проведены, что всё-таки, если мы неодевантно используем иммунологические препараты, то при любом патронфологическом ответе, если он есть, то, как правило, всё-таки пациенты, по крайней мере, без рецидива на протяжении двух лет, живут очень убедительно, долго, и в дальнейшем уже рецидивы заболевания развиваются реже. А если мы используем таргетную терапию в неодевантном режиме, то принципиально, конечно же, именно полные ответы, но и они в дальнейшем, там, в протяжении двух лет, они постепенно всё-таки исчерпываются, и такие осроченные рецидивы, они могут быть и более часто, чем при иммунных препаратах. Поэтому всё-таки такое, ну, разумеется, не прямое сравнение, но такое биологическое, может быть, некоторое обоснование нашего выбора. Ну и выборы, выводы, которые я сделаю, что, конечно, большой потенциал в лечении, скорее всего, больных меланомой кожи, требующий баланса между эффективностью и токсичностью, и вопросов для дальнейшего решения, разумеется, их много. Какой режим выбрать, комбинированный, какие дозы выбрать, каким пациентам, с каким профилем пациента, какая роль одевантной терапии в дальнейшем, скорее всего, на самом деле будет зависеть от степени и глубины одевантного ответа на одевантную терапию, и, может быть, действительно, это приведёт даже к возможности деэскалации меньшей агрессивности хирургической в дальнейшем. Благодарю за внимание.